Спор историков длится и длится. Оказалось, что тысячу лет собирает приезжих в столице коренных, как доказано нет. По итогам последних раскопок, в населении древней Москвы было много скуластых, раскосых и игроидных дожутых. Прижали сюда, не рабея, пировали в московских бестро. Если всяк взлетал покребение, все уходит и вовсе бестро. Против истины, брат, не попятишь. На Москву, не стесняясь, ничуть наезжали и Кривич, и Лятич, и Мартва, и Хазары, и Чуть. Торговали, торгуясь до хрипа, и женились, и сплавились так, что единого нет кинотипа, обычный московский бардак. То есть в этом, как сказано в звуке, сразу было всего до черта, и построил ее Долгородкий, по наехавшей тут лимитам. Было вот самое ступенькое российское, где промышлился несколько лет, и приехал в Москву за прописку. Ей приезжает, а города нет. То есть в поместье появлено кучки, скромный дом, небольшая кровать. Долгородкий, дошедший до ручки, был отрезан в Москву основой. А дружина, без лишнего слова, стал устроить ее, захватив. Дело в том, что он был из Ростова, против великого, но никакого в поведениях, карьер, перспектив. Сел на Москву, Долгородкий, и устроился в ней, как плитой, и его краткосрочные внуки стали прочих чистить лимитой. Чуть позднее, сверкая глазами, он залился в Москве в галита, из Орды, из Твери, из Рязани, устремилась к нему лимитам, как не вышедшие генотипы, но активные, как актимель, и недаром приростному титул собирателя русских земель. Гастролеров, офицеров, иностранцев не отпугивал местный мороз, кто пришел воевать и остался, кто пришел торговать и прирос. Акмаз высился, пыльный и дымный, как еще в нем деревья растут, совместительный, странно-приимный, дивный град понаехавших тут. Город хаос, почти без проекта, город выставка, город штурвал, коренными считаются те, кто раньше въехал и больше урвал. Город вечно угром и голоди, на улицах зимняя соль, чем их только сюда протянуло, что тут медом намазано, что ли? Город заварилась великая каша из дыра, топора, сетера, чем их ваги, так круглая наша, ненасытная наша дыра? К ней сравнительно, в общем, не близко, именовавшись смоленский торжок, сам Батын приходил за пропиской, не сумел получить и поджог. Что ж вы едете, дурни, в Москву, так и натипы везете свои? Ведь у нас то пожары, то смуты, то погромы, то ДПНИ. Чем вам нравится небо стальное и дороги под корку и ряда, просто, видимо, все остальное не годится ваще.